Россия тщательно следит за точностью авиаударов в Сирии. Никакой информации по жертвам среди мирного населения не поступало. Об этом заявил Сергей Лавров на брифинге в Нью-Йорке. Он посоветовал журналистам получать информацию о ходе контртеррористической операции с первых рук в Министерстве обороны нашей страны. Подобные разъяснения потребовались после того, как отдельные СМИ запустили необоснованные слухи о том, что во время операции якобы пострадало гражданское население Сирии. За 20 вылетов самолеты Воздушно-космических сил России нанесли точечные удары по 8 объектам боевиков. В результате воздушных ударов были поражены склады боеприпасов, вооружений, горюче-смалочных материалов, скопления военной техники. Командный пункт управления формированием боевиков ИГИЛ в горной местности полностью уничтожен. Хочу подчеркнуть, что все удары наносились после проведения воздушной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирийской армии. По объектам гражданской инфраструктуры и вблизи них вооружение российских самолетов не применялось. О результатах операции наши военные сразу проинформировали американских коллег и командование коалиции. В ближайшее время на военном уровне пройдет специальное совещание США и России по этому вопросу. Операция, которая началась накануне в Сирии, проводится по просьбе президента республики. Все действия России скоординированы с Дамаском. При этом, как ранее заявил Владимир Путин, российские войска не будут участвовать в наземных операциях.